Вы слушаете подкаст A Taste of Russian, выпуск номер 303. Голь на выдумке хитра. Привет, друзья! Уже почти лето, и для многих из нас, кроме тех, кто живет в южном полушарии, лето – время отдыха. Если вы работаете, летом, как правило, вы можете взять отпуск. Так называется время, когда вы не ходите на работу на законных основаниях. Во всех странах законодательство разное, но, например, у нас в России, если вы работаете официально, вам положен отпуск длительностью в 4 недели. Причем, за эти 4 недели работодатель должен заплатить вам в соответствии с вашей средней зарплатой за последний год. Жаль только, что официально у нас работают не все. Если вы, как у нас говорят, получаете зарплату в конверте, то есть наличными деньгами, без уплаты налогов, отпуск остается на усмотрение вашего работодателя. Другими словами, как решит работодатель, так и будет. Вы можете получить отпуск, а можете не получить. И отпускные деньги можете получить, а можете не получить. Но не будем о грустном. Летом можно отдохнуть и без отпуска. Сегодня мы услышим историю, как два друга, Василий и Степан, планируют небольшую вылазку, то есть визит, путешествие на природу. Они рассматривают несколько вариантов, но какие именно, мы узнаем из истории. А сейчас давайте объясним название выпуска. «Голь на выдумке хитра» – это русская пословица. Словом «голь» раньше называли бедных людей. Подразумевается, что они голые, то есть у них нет денег даже на одежду. Иными словами, пословица говорит нам о том, что бедные люди являются очень изобретательными, хитрыми. Часто это так и есть. Против изобретательности вообще я ничего не имею. Но когда она обусловлена нищетой, это вызывает сожаление. Поэтому странные чувства вызывает, например, старый Мерседес, глушитель которого приварен, приделан, явно от другой машины. Глушитель – это часть выпускной системы автомобиля. Через глушитель проходят выхлопные газы. У человека нет денег на обслуживание дорогого имущества, и он начинает хитрить, как умеет. В данном случае человек разобрался с выпускной системой Мерседеса и смог подобрать для нее более дешевый вариант детали от другой машины. Все это требует изобретательности, нестандартного мышления и так далее. Но, как мы уже сказали выше, жалко, что эта изобретательность вызвана отсутствием денег. Наши друзья не то, чтобы очень бедные, но сэкономить совсем не против. Давайте послушаем их диалог. Итак, поехали. Здорово, Вася. Я на неделе тебе предлагал на турбазе потусить. Вот хочу вернуться к этому вопросу. Я в деле. В чем вопрос-то? Вопрос вместе. Хотелось бы чего-то поцивильнее. Это с одной стороны. А с другой, чтобы по карману не било. Степа, я могу ошибаться, но это взаимоисключающие параграфы. Дешево и качественно не бывает. Нужно выбрать, что важнее. Не хочу выбирать. Хочу золотую середину найти. Мы с женой в Кленовой роще прошлый год отдыхали. Может, туда рванем? Там даже комаров нет. Номера очень достойные. Цены не сказать, чтобы вообще халявные. Но и не космические, это точно. Так-то оно так. Но ехать туда дороговато. Дорога два часа с хвостиком занимает. Только на бензин пару тысяч, как с куста. Хорошо, если на неделю ехать, как ты. Тогда бензин равномерно на все дни размажется и вроде как и незаметно его в общей смете. Понятно. Жаба душит. Можно на одной машине поехать? Голь на выдумке хитра, как говорится. Ну, не такой уж я и нищеброд. Поближе чего-нибудь хочется. Для бешеной собаки семь верст не крюк. Но тратить полдня на дорогу не слишком рационально. Тогда поехали, как в прошлый раз, на речку. Дешево и сердито. Мангал разложим. Шашлык зажарим. Не, это уж совсем по-бомжовски. Дай мне время. Я попробую турбазу поближе подобрать. Также с шашлыком поедем. Ну, чтобы хоть крыша над головой была. Хорошо, Степан. Тогда потом созвонимся. Время терпит. А полную версию этого выпуска вы найдете на нашем сайте torpod.com Для этого нужно зайти на страничку Membership Options Page и подписаться на платные выпуски, которые мы делаем каждую неделю. На странице вы увидите несколько способов оплаты подписки, начиная от PayPal и заканчивая карточками Visa, MasterCard, American Express и так далее. Если у вас есть вопросы, пожелания или у вас появились идеи для будущих подкастов, пишите нам на почту tasteofrussian.gmail.com И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok